Ароматное, сочное, полезное, доброе и, конечно же, вкусное утро! На телеканале Хабар с вами вновь начинает Артём Канцев. Здравствуйте, мои дорогие! Эта коронавирусная суматоха как-то быстро загнала всех нас по домам, зато вернула многим тягу к приготовлению пищи своими руками, чистыми. Кстати, не поленитесь, обрабатывайте руки санитайзера. Так вот, набор продуктов в большинстве семей стандартный. Но я вас удивлю, даже из этого можно сделать что-то необычное. Готовы поспорить? Лучше присоединяйтесь. Сакен сегодня прислал более подробный список продуктов. И поэтому мы будем готовить более сложное такое мясное, вкусное блюдо и оригинальное. Наверное, у каждого дома есть редиска. Если сейчас нет, то будет чуть позже. Ее очень много. Она достаточно бюджетная. Много продается. Поэтому все мы привыкли редис есть свежим. Да, он очень вкусный. Безусловно, хрустящий. Много витаминов и так далее. Кстати, там очень много железа. Но сегодня мы приготовим его тушеным. Начинаем. Для этого нам необходимо немножко порезать лук. Чуть-чуть чесночка. И редис. Редис режем не очень тонко, но не очень толстый. Редис будем тушить на домашнем масле с аромой. Сейчас, кстати, начнется скоро сезон с аромой. На юге, наверное, он уже пошел, когда травка вышла. Первое. Первое молочко, первое масло. Так, ну и запускаем мы. Запускаем наш аппарат. Разогреваем масло. Как пахнет. Аромат с ароматом ни с чем не сравнится. Все слегка пожариваем лук чесночком. Слегка подсаливаем. И добавляем туда редис. Ну, слегка получили за вот этот цвет. Еще раз слегка подсаливаем. Наливаем водичку. Водичка должна быть почти вровень с редисом. И когда вода выпарится, редис готов. Редиска нехороший человек. Сейчас, конечно, такое кино уже не снимают. Но снимают другое, тоже интересное. Коллеги уже готовы выдать новую порцию пищи для ума. Доброе утро. Меня зовут Камила Талибаева. И я вещаю из своего уютного самозаточения с целью рассказать вам о шедеврах кино и литературы. Сейчас в период карантина почти у каждого из нас появилось много свободного времени. И каждый сам решает, как им распорядиться. Я предлагаю смотреть хорошее кино. В частности, такое, которое заставляет задуматься и открыть для себя что-то новое. Картина «Паразиты» корейского режиссера Пон Джунхо произвела мировой фурор и забрала почти все главные сутэтки «Оскара» в этом году. В том числе и за лучший фильм. И хотя все внимание и любовь публики получила именно эта работа режиссера, его более ранние фильмы не уступают в драматичности сюжета и в превосходном исполнении. В частности, фильм «Сквозь снег», снятый еще в 2013 году, тоже заслуживает вашего внимания, особенно если вам понравились «Паразиты», так же, как и мне. В этой картине вновь затрагивается тема классового неравенства, но теперь действие происходит в недалеком будущем. Климатические изменения и неумелое вмешательство человечества все-таки провоцируют неизбежное. Наступает апокалипсис, и весь мир покрывается снегом и льдом. Все живое на планете вымирает, за исключением одной группы людей, которые в момент катастрофы оказались в поезде, работающем на вечном двигателе. Он бесконечно двигается по кругу и обеспечивает всем необходимым для жизни двух тысяч людей на борту. Так проходит 17 лет, которые для некоторых оказались приятным путешествием, ну, а для других — сущим адом. Дело в том, что люди в поезде разделились на классы. В передней части наслаждаются жизнью правящая элита, а в хвосте находятся простые люди, которые живут просто в нечеловеческих условиях. От бунта их сдерживают надсмотрщики и суровые наказания. Но, конечно же, находится один смельчак, который находит лазейку и ведет за собой всю эту ораву голодных и разъяренных людей в начало поезда. Это захватывающий триллер с неожиданной концовкой, который несет в себе очень много скрытых смыслов и метафор. И, безусловно, каждый будет трактовать его по-своему, и тем он еще интереснее. Для кого-то это будет просто развлекательный, остросюжетный фильм на вечер, но для некоторых фильм откроет всю свою глубину и заставит поразмышлять о человеческой сути и об устройстве мира. Позволь мне войти первым. Смотрите хорошее кино и до скорых встреч в рубрике «Пища для ума». Съемки шоу «Вкусное утро» проходят в Казах-Гурме, первый в мире ресторан «Высокая казахская». Какое мясо мы нашли у «Сакена»? У «Сакена» есть как самый настоящий казах, он сделал с огом. У него мы нашли в холодильнике омартка. Это мясо, я специально показываю это мясо. Из какой части мы будем делать? Именно берется эта филейная часть, потому что она самая нежная, самая мягкая будет. Многие в ресторанах делают стейки из этой части. Мы вот уже вырезали это мясо. Немножко его подмаринуем. Добавляем растительное масло или оливковое. И маринуем мятой. Ее прямо надо рвать, эту мяту, чтобы аромат передался. И крупно чеснок для мариновки. У меня очень часто спрашивают, когда надо мясо солить, до или после. Есть разные версии этой истории. По моему опыту, лучше солить немного до и досаливать после. Есть такое понимание, что соль вытягивает влагу, сочность теряется. На самом деле, да, влагу вытаскивает соль. Но если не посолишь, то очень сильно теряет вкус этого мяса. Особенно если мясо качественное, там, послась травяного от корма, оно немножко будет теряться. Доброе утро. Я Ольга Бутко. Вы смотрите рубрику «Дочки-сыночки» на телеканале Хабар. В прошлый раз мы с вами составили примерный чек-лист дня. Это опорный список дел для ваших скучающих на карантине детей. Напомню, что всю деятельность мы разбили на виды и поделили на совместную с вами и самостоятельную. Давайте посмотрим с вами на первый пункт. Учебная деятельность. Первым он стоит не случайно. Самое лучшее время для обучения – это утро. Итак, начинаем день с учебы. Вариантов тут множество. Математика, чтение, язык, познание мира, литература. Главное – соблюсти принцип. Вы обязательно делаете что-то вместе, а что-то ваш ребенок делает самостоятельно. В совместной части вы помогаете ребенку разобраться с темой урока. В самостоятельной ребенок выполняет подобные задания сам. Если это математика, в самостоятельной части могут быть примеры, задачи, даже опыты. Если язык, ребенок может закрепить урок в приложении. По познанию мира на самостоятельную часть вы можете предложить ребенку просмотр познавательного сюжета на пройденную тему. По литературе можно дать задание ребенку выучить стих. Конечно, это требует предварительной подготовки, но ресурсов сейчас для обучения достаточно, и много времени у вас это не займет. Предположим, вы проходили с ребенком количественный счет. Для самостоятельной работы на закрепление ему можно предложить такое задание. Пересчитать, сколько стаканчиков от йогурта в разных емкостях. Измерять будем воду. Снабдите ребенка тазиком, емкостями для исследования, меркой и, конечно же, блокнотом ученого. Задание лучше выполнять в ванной комнате. Но только если она в непосредственной близости от того места, где находитесь вы. Обязательно при открытой двери. Перед экспериментом оговорите правила безопасности проведения исследования. Проследите, чтобы ребенок не поскользнулся, не мог самостоятельно включить горячую воду. Если вы не уверены в безопасности, разместите ребенка рядом с собой. А вместо воды ему можно предложить считать мерками карантинную гречку. Результаты работы заносятся в блокнот ученого. На сегодня это все. Желаю вам продуктивных занятий. Пусть все у вас будет хорошо. Увидимся в следующем выпуске. Что я был приятно удивлен, был большой набор сыра. Поэтому мы сделаем двойной соус сырный. Для этого мы натрем у нас, натираем прям сюда сыр. Похож на пармезан, но такой молодой. Да, два вида сыра у нас. Второй сыр. Это какой-то бесподобный. Это какой-то козий, выдержанный сыр с черным перцем. Аромат просто зашибись. Понюхайте. Судя по набору продуктов, Сакен очень серьезно относится к приготовлению еды и к вкусовой составляющей. Мы продолжаем. Мы сейчас сделаем двойной сырный соус. Для этого нам необходимы сливки. Даем сливки сливкам закипеть и добавляем сыр. Понемножку. Сейчас он будет плавиться. И будет расходиться вкус. У нас тут черный перец. Добавляем немножко водички. Аромат наполняет. Наполняет нас аромат. Могу сказать, даже пахнет равиоли. Сырными равиоли. Равиоли – это и такие итальянские дельмешки. Вообще, на самом деле, можно в холодильнике, когда остаются маленькие кусочки разных сыров, там 3-4-5, там подсох, там засох, там что-то нет. Все можно мелко-мелко натереть, и все в сливках красоты будет хороший, вкусный соус. Немножко надо поварить по консистенции, чтобы он не как водичка был. Сыр должен разойтись в сливках полностью и принять такую кремообразную, гладкую структуру. Прошел аромат, прошел, прошел аромат. Так, ну все, отдаем немножко сырному соусу отдохнуть, убираем в стороночку его и начнем делать мясо. Редис – очень полезный продукт, так что держим себя в тонусе физически и морально. Здравствуйте, уважаемые казахстанцы! С вами я, Анна Алявева. В такой непростой период для поддержания физической формы я вместе с телеканалом Хабар предлагаю вам несколько упражнений. Оставайтесь дома и берегите себя. Первое задание мы начинаем с шеи. Делаем круговые движения. Можно по 8, можно по 16, в одну сторону и также в другую сторону. Далее мы разминаем с вами плечи и грудной отдел. Вот такими движениями тоже по кругу. И можно помахать руками, покрутиться. Следующее задание у нас с скручиванием корпуса идет. Хочу показать, как нужно правильно тянуться на шпагат. Значит, встаете на два колена, ставите руки вперед и ножку между ваших рук. И вот таким образом каждый день, почти потихоньку вы тянетесь. Очень важно правильно растянуться, потому что очень многие сидят вот в таком положении. То есть, ваша задняя часть, она должна обязательно касаться пола. Следующее задание у нас идет на пленз. Сгибаете ноги, опору делаете на стопы, ложитесь. Руки наверх и поднимаетесь. Обязательно, чтобы спина была при маях. Еще задание на пресс. На 45 градусов корпус, ноги. И одновременное поднятие. Продолжаем делать растяжку. Можно подойти к стене. И вот таким образом поднимаем ногу назад. И прижимаемся к стенке. Можно потом поднять корпус. Нужно развернуться в сторону. Потянуть поперечный шпагат. Ну и в заключении, не забудьте постоять на голове. Надеюсь, вам было интересно. Смотрите телеканал Хабар. Всем пока. Тем временем наше мясо уже подошло. Убираем зелень. И нарезаем на такие медальончики. Толщина где-то 1 сантиметр. Такие получились суперские. Так, продолжаем. Наливаем масло. Кстати, есть такой лайфхак, чтобы не приграловать сковородку. Можно немножко соли насыпать прямо на дно. Чтобы не приграловать сковородку поставить, и там бах, и мясо пригорает сразу. Вот чтобы этого не было, немножко соль нужно насыпать. В этом ресерке самодолго готовится редиска. Нет, не мясо. Мясо сейчас будет готово. Канина. Канина входит в топ-пятерку самых полезных мяс. Если так можно сказать. Его рекомендуют использовать в диетическом питании. При пониженном содержании холестерина. Вообще мясо Канина какое-то особенное. У него есть такой дух, степной дух. Вот, смотрите, как поджаривается. Сказка. Канина никогда нельзя пережаривать, потому что у нас сразу становится немножко слуховатость. Поэтому мы оставим эту прожарку слегка розовую. Все правила жарки мяса очень простое. Качественное мясо правильно пожарил, убрал, сдался зреть. Мясо идеально. В принципе, все уже можно дать. Так, теперь помните, я говорил про подсолку. Вот теперь немножко подсаливаем. Немножко подперчиваем. И наше масло. И даем отдохнуть. Ну, я пошел за редиской. Здравствуйте. Меня зовут Николай Негай. Я руководитель научного центра психического здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Сегодня определилось чуть ли не самостоятельное направление в психологии и психотерапии. Это жизнь в условиях карантина. Так называемое под названием, условным названием психология карантина. И очень много по данному вопросу различных публикаций, выступлений в медиапространстве и в большинстве случаев имеющих качественную и правильную информацию. Но сейчас я хотел бы поговорить о тех людях, которые находятся в карантине в основном одни. То есть у них нет семьи, они находятся одни в каких-то таких условиях, условиях, ну так скажем, изоляции. Что же им необходимо знать, что необходимо делать и как им быть в этой ситуации? Ну, во-первых, им необходимо обязательно помнить и основывать свою жизнь и карантин на следующих пяти постулаках. Первое, это все всегда имеет начало и конец. Второе, это данная ситуация уникальна и она предназначена для того, чтобы сделать что-то, когда в другой ситуации это будет сделать затруднительно или невозможно, потому что, видимо, кто-то мешает. Третье, мы должны знать и помнить, что об этой ситуации уединения мы мечтали хоть раз в жизни. Вспомнить, для чего мы ее хотели использовать. Четвертое, сам карантин и уединение всегда имеют несколько этапов. Первый этап, это все-таки растерянность, что делать, как быть. Второй этап, это такой пониженной активности, в народе мы можем назвать ее депрессуха. И третий этап, это активности, когда мы уже начинаем что-то делать, действовать, учить английский язык, готовить, смотреть новые рецепты и так далее. И наша задача в целом, чтобы второго этапа было как-то намного меньше, в основном превалировал третий этап. Пятое, мы в большинстве случаев имеем возможность поговорить с кем-то, посредством онлайн-связи, видеосвязи, позвонить и так далее. И у нас в Казахстане всегда доступны специалисты, онлайн-специалисты, для того, чтобы решить те или иные проблемы. Теперь второе. Мы должны понимать, что стресс – это нормально. И это защитная приспособительная функция организма, и их надо просто правильно применить. Конечно, эволюционно ответ на стресс в нашем организме так настроен, что он должен дать физическое реагирование, сопротивляться, убежать, что-то еще. Здесь особенность в том, что мы должны перевести в усиление умственной деятельности, умственной активности, при необходимости сбрасывать физическую энергию. И такие методики существуют, и они очень распространены на сегодняшний день в медиапостранстве. То есть перевести ее в нужное конструктивное русло. Третье. Мы должны для себя отделить стресс от дистресса. Что такое стресс, мы уже говорили. То есть это нормальная, обычная функция организма, которая нам позволяет адаптироваться и нам позволяет приспосабливаться в тех или иных условиях. От нее как бы и забавляться не надо, и ею надо просто управлять. Дистресс. Дистресс, грубо говоря, или попроще говоря, это двойной стресс. И этот дистресс всегда деструктивен и мешает нам. Но есть хорошая новость такая, что он всегда основывается либо на нашем воображении, либо на каких-то несуществующих еще фактах, либо на каких-то предположениях. И он всегда мешает нам функционировать и противостоять. Как же проявляется этот дистресс? Ну, например, нарушением сна. Мы определили, что все-таки это дистресс и нарушение сна. Мы определяем определенные методики и работаем по ним. Если это у нас превалирует тревога, то мы, значит, применяем определенные релаксационные методики и начинаем бороться с тревогой. Если это страх, мы применяем дыхательные упражнения и начинаем бороться со страхом. И здесь, опять же, необходимо помнить, что дистресс, он направляет нас немножко в другое русло, в негативное русло. И здесь необходимо с ним активно бороться. И если вы сами уже не можете справиться, то всегда есть возможность позвонить онлайн-специалисту, онлайн-психологу-специалисту. Сейчас помощь эта совершенно бесплатна. И сайт это covid-19.mentalcenter.kz, где вы можете зарегистрироваться и получить помощь, где вы совместно с специалистом можете решить те или иные проблемы, которые возникли, и правильно адаптироваться и правильно регулировать их. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. У казахов в быту все понятно. При входе в юрту правая сторона мужская, левая женская. И даже при кочевьях придерживались такому простому принципу. Как вы видите, справа мужское, слева женское. И мы в ресторане «Казах Гурме» стараемся передать ту маленькую частичку большого богатства казахской культуры. Смотрите, что получилось у нас редисточка, как я и обещал. Водичка вся выпарилась. Смотрите, что получается. О, вот должна получиться такая карамелечка. Карамелечка, карамелечка. Вот, вот, вот она. Сейчас, смотри. Вот она выпаривается, и вот начинается вот здесь вот карамелизоваться. В редиске, кстати, очень много еще клетчатки, которые очень хорошо сейчас будут сочетаться с мясом. Все готово, начинаем сервировать наше глюда. Чуть-чуть разогреем наш соус. Мы еще немножко при подаче, нам нужно мята, чтобы придать. Все, начинаем сервировать. Сырный соус, кто любит, можно не жалеть его. Видите, какая прям розовая получилась. Редиска у нас. Мясо. Розовенькое, розовенькое. И в конце посыпаем мятой. Интересное сочетание. Все. Вуаля. Мы готовим уникальные блюда из обычных продуктов вместе, без бергемерс, и в печали, и в радости, и в карантине, и на кухне. Видеозаписи с рецептами доступны на YouTube-платформах, социальных сетях. По этим адресам, плюс наши мессенджеры в WhatsApp, можно также держать связь с ведущими рубрик. Задавайте вопросы, шлите видео, фото, словом, делитесь тем, что вам важно или интересно. И самое лучшее мы покажем в эфире главного канала страны. Это было «Вкусное утро» на Хабаре. Наше с вами общее шоу. Вы решаете, из чего, а я предлагаю, что именно будем готовить. До связи! Редактор субтитров А.Семкин